Ты же хотел ноутбук, чтобы заниматься. Посмотри. Посмотри. Что это? Это ноутбук. С рождения маленькому Матвею поставили диагноз – аутизм. Мама Наталья Лебедева воспитывает мальчика одна и всё своё время уделяет его реабилитации и развитию. Матвею для дистанционного обучения и реабилитационной работы был необходим ноутбук. Они с мамой загадали желание и предновогоднее волшебство заставило поверить их в чудо. Раньше, наверное, лет пять назад я бы не попросила ноутбук, потому что я видела, что он ему не нужен. Он с планшетом больше, фотографий у него. А теперь я вижу, что ему это надо, и поэтому попросили у Дедушки Мороза этот подарок. Новый год – это время исполнения желаний. И мечту Матвея исполнил бизнесмен Артём Красулин, который вместе с многими другими принял участие в акции «Ёлка добрых желаний». Меня зовут Матвей, мне 16 лет. Я учусь в коллекционной школе номер 24 на домашнем обучении. Для занятия дома мне нужен компьютер и компьютерный стол. Дорогой Матвей, твоё желание сбудется. Карельские предприниматели выполнили желание ещё нескольких ребят. Дмитрий Фабрикантов снял с новогодней ёлки письмо от Ксении Петровой. Девочка просила у Деда Мороза смартфон и выздоровление. Дорогая Ксения, Дед Мороз обязательно исполнит твою просьбу. Принесёте на Новый год подарок в виде телефона iPhone X. И, соответственно, я обязательно его попрошу, чтобы он приложил все усилия для того, чтобы ты выздоровела, вернулась домой, начала учиться в школе. Если у взрослых есть возможность помочь детям, которые нуждаются в дополнительном внимании и заботе, то это обязательно нужно делать. Вадим Смыслов сделал подарок сразу троим ребятам из семьи Шардиных. Так необходимый для занятий ноутбук. Дорогие Саша, Уля и Руслан, удалось срочно найти Деда Мороза, чтобы он передать вам смог этот волшебный компьютер. Надеюсь, что он вам поможет учиться и не надоедать маме лишний раз. Роль волшебника доступна каждому. Присоединиться к акции можно на сайте елкожеланий.рф. В Карелии в акции «Елка добрых желаний» уже приняли участие глава Карелии Артур Парфинчиков, главный федеральный инспектор Иван Сивин. Один из подарков для девятилетнего Никифора даже был доставлен из Санкт-Петербурга от полпреда президента на северо-западе Александра Гуцана. А время чудес пока не заканчивается. Наталья Ильина, Владислав Будников, Сергей Беляев, Служба новостей.